Мы обычные жители Приморского края. Ни инагенты, ни политики, ни представители оппозиции. Мы русские люди, которые любят свою родину, малую и большую. Мы обращаемся из Владивостока, столицы Дальнего Востока, к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Статья 80 Конституции гласит, что президент является гарантом наших прав и свобод, и что он принимает меры по охране суверенитета страны, ее государственной независимости и целостности. Поддерживает гражданский мир и согласие. Тем временем и суверенитет России, и гражданский мир под угрозой. Под предлогом борьбы с коронавирусом взят курс на построение в нашей стране инклюзивного капитализма, достижение целей устойчивого развития и создания умных городов в соответствии с планами трансгуманистов. Официальные документы ссылаются на прогнозы футурологов Рея Курцвилла и Яна Пирсона. Между тем, Курцвилл считает, что люди должны исчезнуть как вид, уступив место искусственному интеллекту. Пирсон заявляет, что на смену традиционному государству должны прийти кибергосударства. Оба футуролога предлагают с помощью нанотехнологии дорабатывать человеческий мозг и подключать его к компьютеру на молекулярном уровне. И это не просто бредни фантастов, об этом прямо говорится в официальных документах. В московской стратегии «Умный город-2030», например, стратегия гласит, что развитие нейронауки и биотехнологий приведет к появлению новых инструментов взаимодействия человек-машина. Об интеграции наноэлектроники с биообъектами, то есть нас с вами, говорится в приказе Министерства промышленности и энергетики РФ от 7 августа 2007 года номер 311. Все это противоречит традиционным ценностям и грозит расчеловечиванием человека. Кроме того, внедряемые ускоренными темпами цифровизация госуправления, сферы услуг, образования, медицины, транспортной и социальной сфер угрожают суверенитету нашей страны. По оценкам таких специалистов, как Игорь Ашманов и Наталья Касперская, форсированная цифровизация без наличия у России собственного железопрограммного обеспечения превратит нашу страну в цифровую колонию. Несмотря на это, цифровизация всего и вся активно внедряется. Социальное государство упраздняется, открывая дверь антиутопиям Оруэла, Хаксли, Уэлса, Замятина и Зиновьева. Из независимого правового государства Россия превращается в колонию неоконов-трансгуманистов. Национальное законодательство попирается в угоду международных организаций, таких как ВОЗ и МВФ. Предан забвению Нюрнбернский кодекс, запрещающий проведение медицинских экспериментов над людьми с использованием скрытых форм принуждения. Тем временем исполнительная власть именно путем скрытых форм давления принуждает граждан Приморского края участвовать в вакцинации. На основании постановлений ИО-губернатора Дмитрия Мариза и главного краевого санитарного врача Татьяны Дедковской в регионе введены ограничения. Людей делят на касты. Без QR-кода запрещается доступ в торговые центры, фитнес-клубы, предприятия общественного питания, кинотеатры и учреждения культуры. Спрашивается, почему? Разве QR-код защищает от вируса? Да и вакцинированные ведь болеют ковидом так же, как и невакцинированные. Таким образом, необоснованно нарушаются наши базовые конституционные права и свободы. Неприкосновенность в частной жизни, право на личные и врачебные тайны, право на труд, обучение, свободу передвижения. Добавим к сказанному, что из-за ограничений закрываются коммерческие организации, которые уже сейчас начинают оптимизировать расходы и сокращать персонал. В итоге простые люди теряют работу. Те, кто не желают участвовать в медицинском эксперименте и вовсе лишаются средств к существованию. Тем временем, официальный уровень смертности от коронавируса составляет 4,7%. Смертность же от голода, как известно, является стопроцентной. Возникает вопрос, зачем нам такая забота о здоровье? Кроме того, нас пытаются лишить человеческого достоинства. Оскорбляют наши религиозные и национальные чувства. От нас требуют получение дьявольского клейма или цифровой метки, что рождает аллюзии на некоторые события Великой Отечественной войны. Помнится, германские нацисты вводили узникам номера, которые помогали лагерному персоналу распознавать заключенных по странам происхождения, расе и приговору. Номер заключенного заменял ему в лагере имя. Почему же в стране, отдавшей за победу Великой Отечественной войне десятки миллионов жизней, вводятся кваркоды, прозванные в сети цифровыми освайсами? Какое отношение к борьбе с коронавирусом имеет кваркод? Но очевидно, что никакого. Выступая с посланием к Федеральному собранию, в этом году вы, Владимир Владимирович, сказали правильные слова. На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать. Так давайте же слова не будут расходиться с делами. Владимир Владимирович, давайте вместе защитим наши ценности и сохраним народное единство и суверенитет страны, пока еще не поздно. Статья 3 Конституции гласит, что носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. Используя свое прямое конституционное право, требуем от вас, как от гаранта Конституции, пресечь незаконные действия правительства, Роспотребнадзора, главных санитарных врачей и губернаторов и восстановить наши права и свободы. Требуем привлечь к ответственности и у губернатора Приморского края Мариза и главного санитарного врача края Дедковскую за превышение должностных полномочий. Ведь истина и наше с вами здоровье дороже золота. Субтитры создавал DimaTorzok